Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, поселок Сукой. Сегодня мы с вами отправимся на Кипарисовое озеро. Все вопросы, которые у вас возникли, возможно, после вчерашнего видео сюжета, обсудим в конце видеоролика. Сейчас сделаем небольшой обзор на экскурсию. Первое, что хотелось бы сказать, вот этот мост в 2021 году во время августовских потопов был разрушен, и попасть на Кипариса было довольно-таки сложно, потому что приходилось ехать в объезд и побросать машины. Вот здесь вот теперь его починили, можно заезжать прямо туда. Это большой плюс, потому что еще в начале этого сезона он не работал. Кончился сезон, и вот эта парковка стала абсолютно бесплатной. Сюда можно заехать, поставить свою машинку. Летом же здесь приприимчивые ребята собирали бабки, но все это было 100% незаконно. И здесь вот сама речка, видите, сейчас обмелела, и уже даже кажется, какие потоки тут могли вообще прям снести эти места. Но вот эта часть была восстановлена и залита бетоном, друзья. Были очень сильные потопы. Несмотря на знаки, люди паркуются, потому что не хотят там дальше платить денежку за парковку. Приехать сюда вы можете, вбив навигатор к Кипарисовое озеро, и вас приведет навигатор именно сюда. Сегодняшняя прогулка, это проверка еще и моей ноги на то, насколько она восстановилась. Потому что вчера, выйдя вечером, было довольно-таки больновато. Сегодня с утра уже расходился и гораздо лучше. Предприниматели тут всеми правдами и неправдами пытаются не дать возможность припарковаться, ставить такие вот ограничения на обочинах дороги. О, нововведение. Здесь появился фудтрак. Можно съесть, допустим, гамбургер за 250, французский хот-дог за 150 рублей, посидеть и отдохнуть. Людей, кстати, очень много, потому что место довольно-таки разрекламированное и притягательное. С левой стороны парковка 100 рублей день, мотоцикл легковой, 250, автобус 500. Сюда вот уже указатель Кипарисовое озеро. Можно доехать за полтинник, по-моему, до самого Кипарисового озера, но я всегда хожу пешком. Здесь продолжает работать вино Тамани, можно прийти на дегустацию. Хорошие вина, могу посоветовать вам их. В ту сторону находится рыцарский турнир, друзья. Шоу, которое я показывал в вечернюю программу. К сожалению, не успел я в этом году все-таки побывать еще и на утренний, хотя меня очень сильно звали. Обязательно в следующем году съездим. Очень крутое представление. Смотрите на канале. Ссылочка сверху. Постараюсь добавить в описании. Далее по прямой, буквально 10 минут, и вы дошли уже до самого пляжа. Кто-то экономит 50 рублей, кто-то идет дышит сверхполезным воздухом, потому что вокруг нас можжевельники. Их здесь очень много. Это очень полезно. Ребята катаются на этих паровозиках. Честно, не знаю, почему электрокар назвал паровозиком. Просто привык. Именно в таком формате раньше возили. В Анапе до сих пор действует. Ничего не хватает нам здесь, в Анапе. Это красокосни. Видите, у нас листья в основном сразу чернеют и опадают. Хочется буйства всего этого. Там есть макляны разные, желтенькие. Но это совершенно не то, что я видел, когда как-то раз осенью ехал через Урал. Там, конечно, вообще прям голову сносит. У нас найдешь какое-нибудь одно красивое желтое дерево. О, счастье! Вот так, в основном, именно вот такие форматы красок. Сюда наверх можно пройти на зиплайн. Налево к озеру. Из-за того, что у нас довольно таки тепло. 18 градусов. Небольшой ветерок. У нас сегодня север дует. Такие вот цветочки распускаются. И вот такая вот красота тоже есть. Если свернуть влево, то можно найти храброе сердце, опережочный город, пейнтбол, лазертак, арбалет, научный турнир и творческая мастерская. То все там находится. Также, раньше там еще была рыбалочка. Сейчас есть или нет, честно не знаю. Этот стол будет свернуть отсюда, то можно попасть в африканскую деревню. Ну и на чего я не снимал, так это африканскую деревню. Надо она вам или нет? Если вдруг были, пишите свои отзывы. Интересно. Радует, что по пути всего следования, через каждые где-то метров тридцать стоят мусорки. Тоже большой плюс, потому что вокруг нас абсолютная чистота. В общем, какие краски. Здесь очень присутствуют. Киевы, цветочки, даже обдуванчики я нашу, ребятки. Фантастик. А на календаре 14 октября, друзья, кофту можно снять, потому что, в принципе, довольно-таки комфортно. Кстати, некоторым можно приехать припарковаться вот сюда, прямо к самому озеру. То есть максимум 10 минут, друзья, и вы пришли. Пришли к самому кипарисам. В принципе, что вам еще надо знать? Летом здесь функционирует пляж. Можно отдыхать. Ленда и ЖК, допустим, 200 рублей есть. Пляж выглядит вот так. Вот когда у нас приходят холодные течения, кипарисы озера прям спасают для купания. Это прям классно. На катамаранчиках продолжает кататься, ребятка. Вот еще один раз приехал машинка. На зиплайн можно попасть прямо вот отсюда, купив билетик. Итак, смотрим на все цены, которые здесь есть. Прямая работа пляжа с 9 и вообще озера с 9 до 22. Поднимаетесь и по вот этим вот шнурам скатываетесь вниз. Разнообразные сувениры. Даже пахнет едой, можно купить что-то покушать. Есть лавочки для отдыха, тентовые навесы и просто огромный пирс с припакованными на них катамаранами. Для детей здесь есть такая детская площадочка, чтобы им было не скучно. Продают разного, разное количество еще сувениров, чаев разных. И можете увидеть, сколько народу здесь ходит. Прямо это радует. То, что люди приходят прямо на экскурсии. Вот он, пожалуйста, шашлычками здесь пахнет. В общем, 180 рублей. Кофеечек можно попить за 300. Такие цены, дорогие друзья. Все это работает и работает сейчас. Причем неожиданно. То, что сейчас не выходной день. Думал, парню тут никого не будет. Также у кафе есть зона для того, чтобы посидеть, отдохнуть. Но также здесь огромное количество разнообразных фото зон. Одной из них сейчас воспользуюсь. Ребята фотографируются на буквах озера. По секрету скажу тем, кто будет фотографируется. Можно выбрать так место, что будет видно и кипарисы. Также особенно на майские праздники пользуются популярностью здесь вот такие вот беседки. На этой написано, что можно снять за 4000 рублей. Но там на огромное количество человек. То есть их здесь очень много разбросано. Что радует, что до появления этих беседок и коммерции на озере здесь было огромное количество мусора. Сейчас приходишь, чистота. Пешком можно проходить бесплатно. Сидеть не в беседках можно бесплатно. Поэтому сказать, что плохо, что сделали так, я не могу. Вообще очень классно. И дай бог, чтобы сохраняли. Самое главное, чтобы не повредили наши кипарисы. Вот такая прям на самом берегу озера со своим мангальчиком стоит 2500 рублей. И отсюда уже видно, сколько людей двигается как раз таки, прогуливаясь вдоль озера. За счет того, что вода сейчас отступила, отступила причем много, можно прогуливаться именно по берегу. Но тем, кто хотел бы поплавать среди кипарисов на катамаранах, такой возможности больше нет. Вот сверху можем видеть, как семья сидит, отдыхает в одной из беседок. Также вот здесь на повороте хорошая фотозона с красивыми украшениями. Я всегда снимал, когда раньше ходил. Сейчас вот срезаю, чтобы полегче было для ног это расстояние. Как раз таки отсюда эта фотозона видно. Здесь нам придется немножечко свернуть, но мы отсюда уже наблюдаем шикарный вид. И хочу по секрету сказать, отсюда на приближении очень красиво получается сфотографировать сами кипарисы. Вот здесь прям красота осенней, особенно под лучами солнца, смотрится просто великолепно. Я удивлен настолько, насколько можно удивляться тому, сколько здесь людей в это время не выходной. Видите, насколько становится популярна Напа. И тем более притягательны именно вот такие вот места для променадов, как и Парисовое озеро. Там идет хорошая дорога, по которой можно прогуляться, если вдруг вы не хотите идти постоянно вот так вот ногами съезжая в озеро. Хотя и здесь, в принципе, тоже довольно-таки удобно. Подруги можем видеть помимо фисташковых, где же дерево, еще и можжевеловая растительность, которая пытается удержать берега. То есть вода здесь где-то метра на два ушла, как минимум. И посмотрите в обратную сторону. Очень красивое место. Нравится оно у меня, особенно в предзакатных, так сказать, лучах его посещать. Вот люди не шли по берегу, шли по дорожке. Отсюда уже спускаются на более прямой маршрут. Ну и здравствуйте кипарисы, мы добрались до вас. Тут везде указаны таблички о том, что не приближаетесь к кипарисам. В прошлом году они были огорожены. Огорожены именно металлическими рождениями, но люди все равно лезли туда. Надо всегда объяснять и говорить. Вот, допустим, вы видите такие шикарные корни, как будто из фильмов ужасов. Так вот, именно эти корни являются дыхательными устройствами, так сказать, легкими кипарисов. Знаете, какой волшебный, сказочный лес мы с вами пришли. Вот, кстати, объявление. Так что обязательно следуйте этой инструкции. Вот такая красота, ребят. Фантастические виды на кипарисах. Единственное, что здесь довольно-таки много людей. Я привык, раньше сюда придешь, особенно после сезона, здесь практически никого нету. А сейчас люди там, там и там просто встречаются. Но я думаю, что это того стоит, это посещение. В дальнейшем их будет еще больше. Сейчас можете увидеть, что листики, вот эти иголочки, они являются листиками. И кипарис является у нас листопадным. В дальнейшем они окрасятся в такой бордовый цвет, и это будет прям нереально красиво. Прям настоящая фантастика. Посмотрите, сказочный лес. Смотрите, какая красота. Вот такие шишечки на них появились. Раньше я их не видел. Это, скорее всего, оплодотворенное дерево, потому что, да, у остальных не на всех они есть. И вот хочется всегда прийти, прикоснуться к стволу и посмотрите, насколько сильно их повреждают. Вот этими лодками, которые здесь плавали. Люди, которые лезут, ломают их ветки. Это все очень-очень обидно. То, что имея такую красоту, мы сами ее разрушаем. Говорят, что ничего такого необычного в этом месте нету. Я всегда, когда сюда прихожу, испытываю какое-то грандиозное чувство причастности к чему-то такому волшебному. В первый раз, когда сюда попал, вообще было такое ощущение, что как будто сказочный лес, тут где-то ведьмы там и так далее. Сейчас уже оно прошло. Шикарное место, очень красиво. Оно будет полностью все такое вот оранжевое, как и на этом дереве вы можете увидеть. Хочем поближе показать, как выглядят эти семена на дереве. Смотрится это, конечно, классно. Ну, вот так вот можно совершить прогулочку. Ну, ребятки, у меня еще с собой квадрокоптер. Давайте-ка мы его запустим, и он покажет эту красоту еще с полета. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует...